Господа, вы убили меня. Первый выстрел был в сердце, второй прямо в лоб. Подкосившись, прошла я полметра, и из тела израненного брызнула кровь, обдуваемая северным ветром. Господа, вы убили меня, но зачем, не спросив, не сказав мне ни слова? Как же глупо, но вы избавили меня от проблем, и я войду в эту жизнь снова новой. Господа, вы убили меня, но за что? Я не сделала вроде дурного, вы стреляли отважно, увы, как никто, потихоньку снимая оковы без раздумий, без жалости, без дрожи в руках, на курок нажимать во мне новое. Господа, вы сегодня убили меня, не сказав на прощание слова. Валерия читала стихотворение про Бога, у меня тоже есть, своя какая-то такая тоже интерпретация. Бог находится за пределами рая и ада, там, где есть полный вакуум, в верховном формате, там, где мысли бессмысленны, но полные силы, там, где простое намерение создает этот мир, заполняя руины. Там, где музыка сердца играет, струясь по венам, это то место, которому всем мы бредем, неуверенно. Там, где безветренной бурей и прибоя не слышно, это та линия, которую в круг бытия случайно согнули. Там не бывает уверенности, но и нет отрицания, это то место, куда я бреду, в порывах отчаяния. То, что не скажешь словами, то, что наш ум отвергает, там, на истоках незнания, мы себя потеряем, чтобы заново запустить этот круг, мы себя в этом плане не спали. Ну, и последнее. Спасибо. Каратыш, в голубом прозрачном небе растворился дым. Ты, как будто был и не был голубым. Спасибо.